Год Бажова, который был объявлен в Свердловской области в прошлом году, в Полевском прошел очень плодотворно. И не случайно именно в нашем городе появилась уникальная экспозиция – «Малахитовая шкатулка». Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова много раз была в Полевском городском округе, но экскурсия в этом музее произвела на нее особое впечатление. Потрясение. Вот эта шкатулка – это то место, где можно отдохнуть душой, порадоваться, что она у нас появилась. И это действительно является величайшим наследием Бажова. Я вот не случайно, я мало где эксплуатирую свое участие в рабочей группе по подготовке по праву к Конституции, но я помню вот эту фразу, что культура является величайшим наследием российского народа, которая внесена сейчас в Конституцию. Казалось, она там должна была жить с самого начала. Нет, не жила. И вот она у меня сейчас, эта фраза, жила здесь. Экспонатов, которые можно увидеть только в этом музее, много. Это и самая большая малахитовая шкатулка в мире, и самая маленькая. Сюда надо привозить людей. Большая коллекция хозяек Медной горы, в частности из фарфора. Татьяна Георгиевна даже предложила объявить конкурс среди фарфоровых заводов на лучшее изделие, посвященное сказам Павла Петровича Бажова. Конкурс среди наших возрождающихся, вы знаете, кузнецовский фарфор появился, императорский фарфор ожил, наш сысердь спасен, и поэтому, может быть, объявить конкурс на лучшую там чашку, вот, малахитовую или на что-то другое, продолжать вот это фарфоровое наследие наше, потому что у России всегда оно было. Несмотря на то, что музей Малахитовая шкатулка появился в нашем городе недавно, это уже стало обязательным местом к посещению, одной из визитных карточек Полевского. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11-го канала. Игорь Соколов, новости 11-го канала.